История не глупого, не дотёпы, а мечтателя и романтика. Человека, который больше витает в облаках, нежели ведёт общепринятый образ жизни. Так в мускомедии решили прочитать классическую пьесу Островского. Ставить спектакль доверили драматическому режиссёру. И Михаил Заец оттолкнулся именно от текста, а не от партитуры, как это обычно принято в музыкальном театре. Всё-таки это театр мускомедии, где есть такое понятие необязательности. Всё равно в театре драмы мы немножко проживаем эту историю, как-то пытаемся её более. Здесь есть такое понятие необязательности. Но это не значит, что ощущение расхлябанности или ещё, а именно ощущение лёгкости. Это даёт какую-то лёгкость. Ну, потому что жанр... Жанр «Женитьбы Бальзаминова» в театре решили определить как мюзикл. Для спектакля заказали новые аранжировки, и оркестр позволяет себе некоторые отступления от классического музыкального материала, подмешивая к нему то что-то русское народное, то мелодии французской эстрады. Здесь нет особенно сложных в вокальном плане партий. Поэтому у солистов есть возможность больше внимания уделить именно раскрытию характеров героев спектакля. Сверхзадача этого спектакля – показать ту романтичность героя Бальзаминова. И я как персонаж оттеняю эту романтичность, чтобы зритель ушёл с этим ощущением какой-то детскости, какой-то наивности, какой-то непосредственности. В этой постановке многие герои Островского предстают в несколько необычном свете. Например, в поведении свахи периодически проскакивает что-то шаманское. Но лучше всего фантазия постановщиков развернулась в сценах, когда романтик Бальзаминов что-то воображает в себе. В такие моменты на сцене появляются и Фелева башни, и нефтяная труба, и целая футбольная команда. Есть такие люди, на самом деле, мы их даже часто можем встретить на улице, которые идут, о, увидели цветочек, им нравится этот цветочек, они смотрят на него, они радуются, радуются текущему моменту, который есть в данный момент. Увидели звёздочку, обрадовались звёздочкой, полюбовались на неё. Их нельзя сказать, что они как-то дураки, слабоумные, просто они позитив находят в мелких вещах. Если жизнь проходит в любовании, луной и мечтах, найти вторую половинку, которая разделит с тобой твои грёзы, непросто. Как примут такой взгляд на историю Миши Бальзаминова, зрители мускомедии, вопрос пока открытый. Публика бывает консервативной, но, по словам актёров, им понравилось играть не классическую классику. Планируется, что оценить новый спектакль смогут и столичные зрители. С этой постановкой мускомедии ещё до премьеры пригласили на фестиваль, посвящённый творчеству композитора Александра Кулыгина. Алексей Кудинов, Александр Лохненко, телестанция МИР.